Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня хочу поговорить с вами о том, почему все-таки многим из нас не даются изменения. Вроде как человек говорит, что я хочу, да, мне не нравится моя жизнь, а многие уже говорят о том, что они пробовали все это туфтень, все это не работает, и менять нужно жизнь конкретными, реальными действиями. Я, конечно, не могу с этим не согласиться, вот только под действиями мы почему-то подразумеваем несколько разные вещи. Нас все время учили и воспитывали, что если мы хотим что-то изменить, то мы должны это менять во своем внешнем мире. Ну, даже никто не употреблял такое выражение. Внешний мир подразумевается, что ну вот устройся на работу, накопай, хочешь построить, построй и так далее. И естественно, что когда нам очень много раз повторяют одни и те же мысли, каждый из нас вырос, нас все время формируют, да, нас формируют родители, нас формируют школа, университет, наши друзья, наши СМИ, и у нас много повторяющиеся, часто повторяющиеся мысли уходят в наше подсознание. То есть подсознание это такой уровень автоматизма, когда нам не нужно уже думать, не нужно искать ответ, он у нас выскакивает автоматически. Так же, как автоматически вы едите и подносите вилку к рту, как вы берете гамбургер и едите его руками, да, то есть такие же автоматические абсолютно процессы. Вы никогда не будете есть суп вилкой, ну, вам не придет это в голову, потому что, хотя ребенок, например, он может немножко растеряться, если он всегда ел только твердую пищу, как можно есть суп. Поэтому то, что называется вот наши устоявшиеся, укоренелые программы. И многие из нас считают себя и представляют свою жизнь сильно лучше, чем она есть на самом деле. Это такая удивительная история, когда наш разум убеждает нас в этом, когда нам кажется, что на самом-то деле у нас не все так плохо и вообще уже стало как бы хорошо, и для нас это вообще потолок. Вот для меня человек говорит, я вообще из маленького города, для меня там это прорыв. Но это прорыв для вас в рамках вашей маленькой коробочки, потому что вы, каждый из нас смотрит на мир в своей коробочке. У кого-то коробочка побольше, у кого-то поменьше, но эта коробочка обусловлена теми убеждениями и программами, которые в нас заложены, что мы можем, о чем мы не можем, что нам, как говорят, выше головы не прыгнешь. Вот, в принципе, из этой же истории. Конечно же, у нас еще есть замечательные родители, очень часто, которые говорят, будь реалистом, ты смотри на реальную жизнь, тебе вот надо прожить, тебе крыша над головой нужна. И все это очень плотно запечатывается. И наблюдая за людьми, когда я задаю какие-то вопросы касаемо изменений, многие считают, что, ну, вот все, что... у меня и так, мол, все хорошо. И так, и так все. Я вот еще сейчас скоро на работу устроюсь, скоро научусь кому-то ногти делать, и вообще будет круто. Обидно то, что, знаете, нам в жизни дано все, возможность выбирать из всего. Параллельно с нами существует множество вариантов нашего пространства, в которых есть все. И нашему мозгу абсолютно по барабану, о чем мы мечтаем. Мечтаем мы о песочнице, в которой можно пасочки делать. Мечтаем мы о Ниссане, мечтаем мы о Порше или мечтаем мы о яхте. Ему по большому счету по барабану. Он исполняет то, что мы ему говорим. Но проблема первая в том, что мы ему вообще ничего не говорим. Мы ему, так знаете, иногда, как ребенку, проходя мимо, попробуйте своему ребенку сказать, застели постель и идите занимайтесь своими делами. Не проконтролируйте этот вопрос. Наш ребенок никогда не застегивает постель. То же самое происходит с нашим мозгом. Он слышит очень хорошо только то, что ему повторяется много раз. То, что уже становится на подкорке. Если вам много раз говорить о том, что у вас некрасивая улыбка, вот в день попробуйте поговорить. Некрасивая улыбка, у тебя некрасивая улыбка, у тебя некрасивая улыбка. И вот вам друзья будут все говорить, у тебя некрасивая улыбка. В какой-то момент вы увидите, что когда вы начнете улыбаться, вы закроете рот. Вы будете об этом помнить. Это упадет в ваше подсознание. Как когда-то кто-то, возможно, сказал, что у вас некрасивый голос, что у вас там некрасивая грудь, некрасивые ноги, там что-то вам сказали, и у вас это закрепилось, особенно если вас еще в школе кем-то дразнили, это остается на всю жизнь, потому что это плотно часто повторяющаяся фраза, которая становится вашей программой. И вот вы что-то там иногда прикрикнули, типа, а, машину хочу, и пошли. Ваш мозг вообще на это не отреагировал, как ребенок. И, соответственно, у вас сформировалось новое такое убеждение, все это бред, все это развод, все это вообще не работает, все это бурда, и вы никак на это не реагируете и считаете, что вы можете менять свой мир только своими руками, это ваше убеждение. Вы считаете, что только физическими действиями вы можете его изменить. Но ведь наш внешний и внутренний мир, а прикиньте, у нас есть внутренний мир, в чем отличие? Наш внешний мир – это мир ситуации, обстоятельств, которые с нами происходят, то, что происходит извне. Наш внутренний мир – это наши мысли, это наши мысли и наши реакции на то, что происходит, то есть вот эти наши внутренние переживания. И парадоксальность и открытие для меня изначально были в том, что мы можем управлять, как я вам уже говорила, нашей реальной жизнью через наши мысли. Это то, к чему человек привыкает сложнее всего, потому что никогда нас этому не учили. Нас никогда не учили, что конфликт можно уладить, послав человеку любовь. Нас не учили, что мы можем силой мысли, сконцентрировавшись на чем-то, сделать так, что, как часто говорят, сойдутся звезды, повезет. Вот силой мысли мы можем сделать, что повезет и что будет так, как вы хотите. Не учили, и для нас это страшно непривычное действие. И в лучшем случае мы требуем незамедлительной реакции, то есть, ах, это работает, хочу машину. Нет машины, бред, не работает. Это еще одно из тех убеждений, которые наша задача постоянно, постоянно находить себе и подтверждать. И так получается, что до тех пор, пока вы осознанно не подготовитесь к тому, что вы готовы к переменам, а для того, чтобы, знаете, накрыть стол заново, накрыть вообще стол, нужно убрать старую посуду, нужно убрать старую еду. Если вы в остатке своего завтрака гостям решите накрыть этим стол, то, как вы понимаете, ваш стол не будет очень гостеприимным. То же самое и здесь. Для того, чтобы мы могли с вами сформировать что-то новое, нам нужно изначально проработать со старым. Нам нужно, ключевое, принять решение, что мы этого хотим. И что же происходит? В тот момент, когда вы пытаетесь пробиться, вы вот слушаете, вам как-то ёкает, вы приходите к своему окружению, к своим близким, любимым, дорогим людям. И вот они так поднимают глаза, смотрят и говорят, ты что вообще, ополоумел? Что за бред? Кого бы ты ещё послушал? Сказочники, сказочники сидят. У нас в клубе рерайтовцы, и мы всё время стебёмся на эту тему сказочники и фантазёры, потому что именно так называют вас окружение. И почему я записываю это видео? Да потому что я вижу, что сейчас в рерайте огромное количество людей, которые считали себя ненормальными, потому что они думали так, как говорю я, они понимали, что они могут повлиять на свою жизнь и что они могут выбрать другую реальность, но никто вокруг их не поддерживал. А если вас никто вокруг не поддерживает, вы как тот гадкий утёнок. Вы белый лебедь среди утят, но для них вы гадкий утёнок, потому что вы не такой, как они. И я поняла, что нужно говорить о том, что мы не такие. Нужно говорить, чтобы те люди, которые уздавали себя, понимали, что это нормально. Это нормально, что на самом деле люди, живущие по принципу физического мира, внешнего и пытающихся воздействовать на внешнюю среду, это, знаете, люди, которые валяют памятники руками, потому что они настолько земные, они настолько находятся в своём теле и им кажется, что вот кроме этого они ничего сделать не могут, что им только остаётся, что валять бездушные памятники, сжигать чьи-то машины. То есть они находятся, если говорить на языке физики, квантовой, простите за это слово, они находятся на низких частотах. Парадоксальность, я сейчас расскажу вам. Значит, каждая наша мысль имеет определённую частоту, я вам уже говорила. И вот наши мысли, все, что связаны с радостью, с позитивом, с огнём, они имеют более высокую вибрацию, частоту, и они более быстрые такие, знаете, бегающие. А те, которые мысли негативные, они такие, знаете, вот сумбурные, ну вспомните, когда вы о чём-то плохом думаете, вы не хотите вставать с постели, вам хочется, мы говорим такую фразу ужасную, хочу умереть, вот, то есть вот я сегодня вообще не могу, они тяжёлые, и они по частоте более медленные. Соответственно, они ближе к материальному. А как уже понятно, если мы с вами являемся энергией, то как бы мы лёгкие по своей природе, мы являемся, ну у нас есть внутри наша, там, душа, не знаю, как правильно это назвать, но давайте назовём душой, чтобы было понятно, которая во всех этих вибрациях и находит. А тело – это физическое, и соответственно, нам для того, чтобы быть ближе, для того, чтобы нас слышали, для того, чтобы ставить программы, нам нужны эмоции яркие. А когда мы с вами вот такие замедленные и тяжёлые, мы с вами ближе к материальному, и мы пытаемся решить проблему, что называется, своими руками. Мы начинаем думать, как же нам это всё тяжело сделать, как же нам вот-вот-вот, мне нужно, чтобы этот человек это сделал, мне его заставить, где мне найти решение. Когда вы находитесь на других вибрациях, вы силой своей мысли можете программировать, просто вставляя в свой разум ту мысль, которая вам необходима, и то, что мы называем удивительным образом, а на самом деле абсолютно нормальным вообще. В принципе, вселенная вообще и подозревала, что мы так будем действовать. Я думаю, что для неё огромный сюрприз, что вы такие, знаете, тупицы, простите, нельзя так говорить, но, блин, иногда, вот, знаете, иногда есть такое ощущение, что ты понимаешь, что тебе подарили целый автопарк, огромный, самых лучших машин, а ты не заходишь в эту дверь, ты идёшь в дверь, которая ведёт тебя в метро или в троллейбус. Ну, вот такое ощущение, когда ты начинаешь изучать эту тему. А что происходит дальше? Вы хотите поддержки, а поддержки нигде нету. Ваши близкие родственники, друзья настоящие, они говорят, «Я тебя от этого спасу». Это напасть. Ты что? Стань нормальным человеком. Я пробовал. Когда-то. Я куда-то ходил. Я что-то читал. Бред. Запомните простую штуку, что те люди, которые не имеют конкретного опыта в том, чего хотите вы, конкретного, длительного, реального опыта, их нельзя слушать. Они могут поделиться с вами только своим личным опытом. Тот, который есть у них. А зачастую их опыт достаточно плачевный. Максимум я попытался прочитать две главы с целью убедиться, что это бред. Знаете, есть такие удивительные люди, которые приходят и на тренинги, и вообще куда-то для того, чтобы доказать, что это бред. То есть сила их убеждения настолько велика, что для них это бред. И на самом деле у них это никогда не сработает, потому что если ты не веришь, что машина может завестись, то поверьте мне, она у вас не заведется. Вы будете бить в другую кнопку, бить по зеркалу, нажимать не туда педаль куда-то. В общем, она у вас не заведется, потому что у вас есть такая внутренняя установка. Поэтому если ваши знакомые, друзья, говорят о том, что твоя мечта плохая, какая бы она у вас ни была, если они говорят о том, что ничего этого не сработает, и вообще хотя бы раз сказали вам, что у вас что-то не получится, убедите. Самое главное, не вступайте в противоречие, не начинайте им доказывать, потому что в этот момент вы отдадите им свою энергию. Сделайте проще, согласитесь и скажите, ты знаешь, ты прав, но вот я все-таки рискну, я хочу это сделать. Но самое главное вначале, согласитесь, ты абсолютно прав. Да, это действительно так. Ну вот знаешь, я понимаю, что мне не идет это платье, оно ужасно, но я хочу его себе купить и носить. Против этого не пойдешь. А теперь, знаете, главное, любая ваша мечта, которая у вас есть в голове, которую вы способны визуализировать и представить, способна воплотиться в жизнь. Я хочу, чтобы вы с этим начали жить. Я хочу, чтобы теперь это стало вашей ношей, чтобы вы стали жить с тем, что то, что вы не делаете и не пробуете, вы просто оставляете рядом с собой. Это возможно. Поэтому если у вас существует мечта, как написано на моей футболке, беритесь за нее, ищите поддержку, приходите к нам, идите в другое место. Я не зову, кстати, сейчас никого в рерайтер жизни, потому что я уже четко поняла, что наши люди приходят к нам сами. Что когда ты готов, когда в твоей голове рождается это оно, вот все именно так и происходит. Кстати, о рерайтере жизни. Я как-то рассказывала вам о том, что я начала делать медитации и даже делала, проводила открытые медитации. Для меня был такой новый опыт, потому что я медитирующий человек, я много лет медитирую, занимаюсь практиками медитационными, но я не проводила медитации. И мне было настолько приятно, что медитации зашли, что я решила, что надо этот продукт сделать более качественным. я нашла профессиональную студию и отправилась туда, чтобы записать свои медитации. И, кстати, сейчас я сняла там небольшое видео, сейчас я попрошу, чтобы прикрепили это видео, и вы сможете увидеть, каким образом это происходило. И, кстати, рекомендую вам очень классные ребята на студии. Они ее открыли, и там есть и музыкальная школа. Это тоже такое осуществление мечты в том деле, чтобы человек мог попадать, как бы реализовать себя, если он хочет петь, если он хочет петь песни, если он хочет научиться играть на музыкальных инструментах. Ребята сделали классную студию. Вот предлагаю вам, собственно, посмотреть, ну и заглянуть, каким образом я создавала свои медитейшн. Я всем вам желаю, чтобы у вас находилось то окружение, которое вас поддерживало. Я желаю, чтобы вы не боялись мечтать, чтобы вы не в коем случае не слушали тех людей, которые говорят вам нет. Ищите тех, кто делает сегодня то, чего хотите вы. Ну и, конечно, если вам близок рерайтер жизни, приходите. У нас классно 1 июня новый поток. Всем привет, друзья! Мы сегодня с вами в необычном месте. Решила немножко в ложика добавить вам, чтобы увидеть, как проходит карантин, который закончился. Я сегодня приехала на студию, решила ответственно подойти к своему любимому рерайтеру жизни. И поскольку медитации стали заходить, я сегодня приехала записать их на студию профессионально для того, чтобы уже вам прям с моим голосом можно было спать, есть, жить. Ну и вообще, зачем вам я, если есть голос? Классная, кстати, студию нашла маленькую. Идемте, покажу вам. Очень часто на студии открывается. Здравствуйте! Я могу быть инструментом. Здрасте! Я показываю студию вашу, клевую. Смотрите, какая классная студия. Какие тут классные люди живут. Я тоже могу здесь это быть. Могу я здесь быть? Что ж? Я могу здесь быть кем-то. Петь можете? Петь. Я могу здесь петь. Чему ты на самом деле хотел бы посвятить свою жизнь, если бы не надо было думать о деньгах? Ты можешь вспомнить себя маленьким и увидеть, во что ты любил играть. Какие занятия тебе нравились больше всего? Может, тебе нравилось быть учителем или делать что-то своими руками? Возможно, тебя манила сцена или тебе легко давались головоломки. Подумай об этом, а также о том, кем бы ты хотел быть сейчас, какие достижения тебя привлекают. У тебя есть достаточно времени, чтобы сделать это. Никуда не спеши. Все. Па-бам. Вот здесь классные люди. А что ты делаешь? Это твоя студия? Да. Класс. Расскажи немножко. Что я могу рассказать? А сколько тебе лет, кстати? 25. 25? Круто. А что студия? У нас не только студия. У нас целых пять компаний. И все дополняют друг друга. Ниной Рэперс – это студия звукозаписи. Многие годы мы работали с разными студиями звукозаписи. Получали кучу опыта, знаний, взвешивали. А ты музыкант? Кто? Кто вообще? Певец. Певец? Да. А, вот оно все. И сделать себе студию, чтобы можно было… Чтобы, да. Чтобы себе записывать. Картинка у тебя крута. Картина мне нравится, она правильная. Я думаю, на этой ноте мы закончим. Ну, тебе можно приходить-то записываться людям, живущим в Киеве. Нужно. Нужно. Мы делаем качественно. А что такое качественно? Вот многие задаются. А чем же, вот в чем разница качества? Разница качества в любой студии звукозаписи определяется одним фактором. Это отношение к работе. Потому что есть понятие, ты пришел, записался, тебя послушали, там что-то посводили и сделали. Я сам записывался в этой студии. И, честно говоря, меня не выпускали с этой будки, пока я правильно до последней нотки не допишу партию. Чтобы вот прямо идеально было. Вот это отношение – это наш конюнк. В общем, если вы не умеете петь, вы можете прямо тут умереть. Нет, там научат. Вас научат, да, туда притащат. Послушайте теперь «Медитации на рерайтере жизни». И если вам не понравятся медитации, то это к нему, это его качество. И все. Я не сомневаюсь в своем качестве.